Девушки отдыхают В результате проведенного мероприятия было составлено 35 административных материалов, 33 наводители транспортных процесс, 2 воздушные производства, технически неисправных транспортных на линии. Данное мероприятие проводится в целях снижения аварийности на пассажирском транспорте. Так, с начала 2016 года произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, где 1 человек погиб и 22 получили травмы различной степени тяжести. Данное рейдовое мероприятие сотрудниками госавтоинспекции проводится на регулярной основе. Эльгар, поясните, пожалуйста, как вы считаете, нужны ли вам подобные проверки транспортных средств? Да, конечно. Это для дистанции хорошо, чтобы водители чувствовали за ними стоять, что проверки есть, чтобы безопасно следили. Как бы, для этого он нужен. И, чтобы, как бы, бардак не был на маршрутках. Сейчас еще, вот, как у нас проблем, заработок нет, уменьшился. Нам поменяли номер, маршрут. Был 16-10, уже 15 лет где-то. Сейчас поменяли, сделали 61-й. Сейчас нам почти 50% не садятся. Особенно, этот, после час пика. Как бы, кто на работу едет, они знают уже, это 61-й, какой маршрут, вместо 16-10. А, который из страны, кто хочет на областной роддом, на областной больнице, вот, они уже не понимают, что за это. Мы проезжаем, потом они из другого спрашивают. Вот, я сам, вот, несколько раз был свидетелем, стояла остановка. Вот, 61-й проезжает. И, как, спрашивают женщина, а это что за маршрутка? Говорят, больше 16 лет. А, мне туда, наверное. То есть, вы считаете, недостаточно было проведено информированное население, для того, чтобы они понимали? Да, 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 все равно, и, как, получается, как обман зрения. Вот, 61-й поехал, а они, блин, вот, за нами едет 12-15, допустим, они наши конкуренты. У них номер не менялся. У всех, мы стоим пустые, прямо перед маршруткой. Они видят нас, прямо не садятся, они не знают, что там маршрутка. А вот 12-15, допустим, конкурентов, 4М, они сразу бегают туда, уже до Московского вокзала. А мы едем, вот, как бы, в полку.